Все люди как книги. Читаем, читаем друг друга. Кого-то за день, а кого-то года напролёт. Есть книги настольные. Есть только так для досуга, где смысла немного, но очень крутой переплёт. Есть книги, где много картинок. К ним тянутся руки, как вип-каталоги. Порой хочешь их полистать. Есть страница, другая. Зеваешь тихонько от скуки, и глянец такой больше точно не будешь читать. Есть книги снаружи простые, легко не заметить. Но стоит открыть их, пленяют с начальных страниц. Есть книги, где больше вопросов и нету ответов. А есть те, в которых зачем-то полно небылиц. Есть книги, как сборники правил, пособий, как надо. А есть увлекательный, стильный, сплошной неформат. Есть те, что своей непохожестью рушат преграды. А есть просто копия, можно сказать, лагиал. Есть люди истории, люди поэты, романы, наивные сказки. И повести есть для души. Бесценные есть и глубокие, как океаны. А есть и такие, что можно купить за гроши. Есть книги, ну как бы тут лучше сказать, мимо сердца. А есть те, что целятся пристально прямо туда. И не отпускают, звучат, словно тихая с керцом. Есть люди и книги, что в наших сердцах навсегда. Есть сложные книги, доступные очень немногим. Есть те, что попроще. Есть те, где внутри пустота. Есть книги раздумья, загадки, легенды, итоги. Есть те, где все спорно. Увы, есть, где все неспроста. Есть те, за которыми тянутся в поисках истин. И истины эти, асподят, вам не разрешат. Есть те, что читаются долго, не хватит и жизни, чтоб их до конца осознать. Книги есть, где душа. Шифруй послания свои между строк в многоточек. В них смысл обретают детали. И каждой главой разорваны будут каноны безжалостно в клочья. Такие влекут и нырнуть хочешь в них с головой. Такие читаешь за поем и хочешь вернуться к любимым страницам, чтоб жажду души утолить. Есть люди, как книги, умеют к душе прикоснуться и этим касанием ее ото сна пробудить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!